Метро уже давно стало неотъемлемой частью любого крупного города. Более того, метрополитен считается важной частью городской инфраструктуры, которая позволяет эффективно разгружать наземный транспорт. Вместе с тем метрополитен скрывает в себе множество секретов, например, герметические затворы, как в самых укрепленных бункерах, которые можно встретить практически в любом метро мира. Огромные металлические двери способны сдерживать не только воду, но и сильнейшие взрывы. Зачем они были нужны и как используются сегодня? На самом деле, герметические двери вполне себе используются в мирное время. Некоторые люди считают, что такие гермозатворы создавались на случай глобальной катастрофы или войны. В этом есть доля правды. Например, метро в российских городах всегда несло в себе несколько функций. В мирное время оно выступает в роли объекта транспортной инфраструктуры, но на случай военных действий должно стать неприступным бункером. Конечно, сегодня герметичные двери чаще всего проверяют на работоспособность, периодически открывая и закрывая. В определенное время части метро закрывают на техническое обслуживание, и в этом плане гермозатворы всегда помогают. Устанавливают такие массивные двери не ради красоты. Оставить их начали в период существования риска удара ядерным оружием. В середине 20 века весь мир находился на грани очередной войны, а метро выступало в роли убежища, способного защитить от любого удара с воздуха. Современный метрополитен может стать настоящим бомбоубежищем на случай крупномасштабной войны или ударов по городу ядерными зарядами. В свое время метро проектировали таким образом, чтобы большая часть жителей мегаполиса могли укрыться под землей и жить там несколько дней. Герметичные затворы позволяют полностью изолировать конкретные станции из сектора метрополитена. Причем, такие гермозатворы можно встретить в метро любого крупного города в разных странах мира. Кроме того, герметичные двери могут полностью блокировать доступ воды на станции при катастрофах и чрезвычайных происшествиях. Например, если подземная река начнет топить метрополитен. Как правило, пассажиры не видят, как открывают и закрывают герметические двери. Большую часть времени они находятся в открытом состоянии. Все переборки могут иметь разную форму и конструкцию, а некоторые буквально спрятаны в стены и пол. Специальные электромеханические приводы быстро закрывают любой гермозатвор. ДВЕРТОВ ... Продолжение следует... Продолжение следует...